Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Planet Zoom. Вышло первое дополнение, новогоднее, точнее зимнее, с северными животными. Давайте посмотрим, кого же они добавили. Было добавлено такое прекрасное рогатое создание, баран, дала, которая обитает в горных лугах Аляски. Был добавлен также белый медведь, еще, собственно, одна медвежатина в нашу копилочку, что, скажем так, в нашу таежную зону наверняка появится, мы их купим, конечно же, и будем делать для них прекрасный вольер. Помимо этого было добавлено такое прекрасное животное, полярный волк. Обязательно тоже, конечно же, как только он на рынке появится, мы его купим. И последним животным, которое было добавлено, является северный олень, такой вот тоже рогатый, забавный. Товарищ, я уже отслеживаю на рынке, в принципе, я уже кое-кого даже прикупил парочку, мы с вами чуть позже займемся строительством, конечно, вольера для него. И также было добавлено, по-моему, еще проще, еще новые возможности для строительства. Ну, то есть, северная также тематика, я тоже потихонечку изучаю уже ее. Кое-какие детальки у нас с вами уже потихонечку появляются, но будем изучать дальше, конечно же, чтобы большее строение нам с вами было доступно, и мы могли как-то, возможно, в таежной нашей зоне, опять же, за это все дело задействовать. Кого же я уже успел прикупить на рынке, спросите вы? Северных оленей. Мне прям сразу практически парочка попалась, самец и самка. Ну, я решил не терять времени и сразу закупить эту парочку, чтобы строить сегодня для них как раз вольер. Они уже прошли карантин у нас, все с ними сейчас хорошо, и готовы к дальнейшему заселению. Ну, что ж, значит, мы с вами сегодня будем в нашей таежной зоне, опять же, строить вольер для этих прекрасных животных. У нас как раз здесь довольно много места, довольно мало вольеров, в принципе, в целом, да, довольно мало всего именно в этой зоне, так что как раз будем заполнять ее сегодня. Пройдемся немножко дальше, чуть-чуть, я думаю, и тут уже что-нибудь сообразим. Я вообще в целом хотел бы что сделать, на самом деле. Здесь, во-первых, нужно будет, конечно же, построить, скажем так, зону общепита, да, где люди смогут покушать, отдохнуть и так далее, прогулявшись по нашему зоопарку прекрасному. Вот, но и здесь нам не хватает какой-нибудь площади, возможно, да, небольшой, возможно, что-нибудь такое, а, возможно, что-нибудь совместное вместе с этими животными и заодно что-нибудь такое по центру красивое и сделаем. Давайте думать будем. Итак, для начала мы с вами немножко дальше дорогу здесь проведем. Так, давайте-ка разбираться, у нас тут беда какая-то с нельскими варанами произошла, что такое у них случилось. Давайте посмотрим. Ну, видимо, их просто слишком много сейчас, да, я так понимаю, реально, что-то, смотрю, в таком маленьком вольере так много особей. Давайте, наверное, будем их отдавать. А, ну да, были все малыши, сейчас в одно время они все решили у нас подрасти здесь внезапно и, конечно, сразу начали делить территорию, причем одни самцы практически на самом деле сейчас здесь находятся. Так, я уже запретил размножаться одному из них, давайте, наверное, пока сейчас отключу это и посмотрим, так, а в пути куда интересно? Мне кажется, наверное, в Ментпункт, скорее всего, там ранили. Ее, это наша самая старшая самочка, скажем так. Но я бы, на самом деле, эту старшую пару бы оставил, остальных, я думаю, можно как раз отпустить на волю. Я думаю, они еще поживут и, может быть, еще принесут платомство, я надеюсь на это очень сильно, на самом деле. Вот, этих ребят мы с вами отпустим на волю. Ну, 385 всего лишь листочков за такую компашку, ну, вот, сколько есть, столько есть, все забираем. Отлично. Теперь, я думаю, здесь никто драться не будет, все у них будет хорошо. Ну что ж, а мы с вами возвращаемся в нашу таежную зону и давайте посмотрим, что здесь можно было бы такое сделать. Так как у нас с вами будут олени, да? Надо бы вообще про них посмотреть, посмотреть информацию, что они там любят, как они вообще, где и чего обитают, да? Ну, биом, понятное дело, тайга и тундра. Кстати говоря, тундра, по-моему, тоже новый биом, раньше такого не было. Отлично. Россия, Канада, США, Аляска, наверное, Норвегия, Дания, Финляндия, Гренландия. Ну, в общем, наши ребятки, да. Класс защиты 2, больше метра 25 нужно делать. Температура минус 12-16 градусов, но будем ставить им, конечно же, охладители, чтобы они хотя бы на минус 5 всегда температуру у них там держали. Небольшой загон-то, точнее, вольер им нужен, всего лишь 370 метров квадратных, да? Но, скорее всего, живут они, видимо, парочкой, раз такой маленький вольер нужен. Не более одного самца и 11 самок. Нет, он живет в гаремнике, понятно. Хорошо. Живут они по 17 лет, в принципе, не так уж и долго, ну и не так уж и мало. Так, у нас много всего для них заблокированного есть, но и кое-что уже имеется. Тоже хорошо, конечно же, ни с кем они не сосуществуют, поэтому будем делать вольер чисто только для них. В принципе, кое-что у меня есть, скажем так, на уме, да? Посмотрим, как это получится на деле. Я думаю, мы попытаемся с вами, знаете, так сказать, сразу нескольких зайцев одним выстрелом. Я хочу сделать здесь и вольер, и, возможно, хотя... Вокруг у нас с вами здесь точно будет что-то расти, какие-то растения подходящие для данного северного биома, да? Какую-то красоту мы с вами здесь наведем. Посмотрим, возможно, где-то здесь у нас с вами появятся и тоже какие-то ларьки. Но над этим еще потом подумаем. Для начала нам с вами определиться бы с вольером вообще в целом, как у нас с вами здесь и что будет выглядеть. Не уверен, нужны ли мы с вами здесь такие лестницы, чтобы люди могли здесь подходить сверху над животными, получается, да? Возможно, мы с вами как-то по-другому сделаем. Но, в любом случае, лестницы можно будет всегда сделать уже после, поэтому я пока, наверное, все-таки уберу, чтобы они нам с вами сильно не мешались. Глаза не мозолили просто. Оставим пока так, такой вот круг, собственно. Довольно большой он получается, на самом деле. Но места у нас с вами дофига в зоопарке, просто нереально огромное количество места. Поэтому, тем более, раз с вами здесь, скорее всего, будет жить целое стадо оленей, то чем больше места, тем лучше, в общем-то, да? Давайте посмотрим. Меня интересует природа и новые объекты, которые появились, собственно, в этой новой теме. Биом тундра. Смотрите, у нас какие-то прям заснеженные камни здесь есть, да, я смотрю. Заснеженный камень. Да есть обычные, кстати говоря, просто камни из тундры также есть в снегу все. Растения здесь прям-то ледыш какие-то, ничего себе. Вау, это прикольно, кстати говоря. И также мох. Ну, у нас она уже и была такая, да, штукенция, но, видимо, тоже под этот биом подходит. Это здорово. Некоторые растения даже есть. Ну, кстати, не так много, больше камня, на самом деле. Ну, здесь елки, я смотрю, да, всякие разные какие-то кустарники невысокие. Ну, в общем-то, видимо, что в тундре растет, то здесь у нас с вами и есть. Как это хоть выглядит, давайте посмотрим. А, даже цветочки. Так, ну, цветочки это хорошо. Небольшие кустики вот такие, да, они одинаковые, кстати говоря. Только разного размера. Понял, понял. Посмотрим, что у нас с вами есть для вида северной олень, чтобы примерно хотя бы понимать, да, как здесь можно будет и что делать. Кормушки некоторые уже есть, да, подвесные, всякие. Это что-то такое, большой снежный шарик. О, снежные шарики даже есть. Снеговик, я говорю, какая прелесть. Ну-ка, давайте посмотрим. Ой, такой маленький. О, такой прям новогодний сразу, знаете, что тут. Приходит новым, хорошо. Так, а спальные места. Едрить. Это что такое, это у нас какой-то ледяной замок, что ли? Очень похоже на то. Он здоровенный, ел и палый. Вы только посмотрите на это. Так, а ну-ка, повернись, пожалуйста, этим краем. Тебя разглядим как следует. Вау. Ну, это, конечно, не ледяной, скорее всего, это, наверное, каменный какой-то он. Хотя, хрена, он знает, может быть, и ледяной. Тут такие олени стоят, да? Прикольно, мне нравится. Ну, еще такие разные северные штуки у нас с вами появились. О, как викинги, да? Здание викингов. Ну, тоже стоило как бы для оленя подходящее, в общем-то, укрытие еще вот такое. Есть небольшое укрытие, кстати, тоже прикольное довольно-таки, да? Ну, очень здоровское здание. Возможно, их и задействуем здесь, кстати говоря, для наших оленей. Посмотрим. Посмотрим. Ну, в общем, примерно понятно, что есть разные укрытия, которые можно по-разному, скажем так, задействовать. Как-то можно немножко их будет притопить, да? Можно будет как-нибудь приподнять это на горочке, наоборот, в низине поставить. И будет в целом-то, в общем-то, и неплохо, на самом деле, смотреться, я думаю, здесь. Какая большая, она очень большая. Ну, можно будет и большая поставить, в общем-то, тоже довольно нормальное здание такое. Посмотрим, в общем-то. Ну, ладно, примерно понятно. Ну, что, займемся немножко ландшафтом тогда с вами, давайте, да? Опять же, сильно делать не будем, потому что, реально, вот, где у нас ландшафт очень сильно, как-то мы с вами там выпендривались с ним, то там уже проблемы постоянно в этих вольерах, что он с этими бедными лемурчиками постоянно, какие-то беда. Да, то им еду не доносят, то еще какая-нибудь хрень там случается, застревают, то еще что-нибудь. Так что, мы, конечно, будем менять его, но, опять же, не сильно. Давайте что-нибудь придумаем здесь. Так, олени у нас с вами будут здесь, собственно, по кругу, видимо, ходить, да? Воды у них, скорее всего, не будет вообще. Будет просто водопой поставим им. А никакого озера там точно не будет, потому что, собственно, север, все замерзло давно уже. И вот это вот, все, ладно. Так, по центру я, наверное, сделал какое-то возвышение небольшое, чуть-чуть маленькое. Здесь, наоборот, мы с вами притопим тоже чуть-чуть совсем. Ну, так, знаете, только хоть как-то немножко ландшафт различался. Так, ну, пока остановимся вот на таком вот добре. Собственно, немножко притопилось. Здесь еще побольше сделал, пониже уровень. Я хочу поставить здесь вообще в целом, наверное, как раз-таки укрытие для них. Возможно, даже большое. Как оно здесь, интересно, поместится? Только вот вопрос хороший, да? Так, ну, в общем-то, ладно, неплохо вроде вписали это помещение. Здесь, наверное, будет стоять. Получается, здесь они будут прятаться от всяких невзгод, так скажем. Ну, и просто, чтобы отдыхать им тоже была возможность. Так, поехали дальше. Давайте определимся с барьером. Да, какой у нас с вами будет здесь барьер? Я бы, на самом деле, сделал бревенчатый. Мне кажется, он тоже сюда подойдет весьма. Его, к сожалению... К сожалению, его нельзя гнуть. Но я думаю, что мы с вами сможем прибегнуть, опять же, к хитрости. Да, возьмем тот, который можно гнуть. Потом просто заменим его на текстурке вот этого и все. Так, ну что, давайте смотреть. Что у нас тут получается? Вроде, ну, конечно, может быть, понятно, не супер глядит и гладко ровно. Но в целом, в целом, вот так вот более-менее, как я хотел. Очень хорошо забор этот деревянный подходит прямо к этим всем построечкам. Надо будет еще где-то, конечно, сделать вход для нашего персонала. Я думаю, что мы с вами здесь продлим тоже дорожечку для него, да? Как раз здесь она пойдет. И вот здесь мы где-то выведем. И вот сюда, возможно, дверь какую-то и сделаем тогда. Давайте сейчас попробуем поставить здесь ее. Проблема сейчас еще одна будет в том, что, скорее всего, дверь здесь не поставится, потому что слишком... А, нет. Нет, слушайте, все. Хорошо. Отмена паники. Все хорошо ставится. Все хорошо здесь заходит. Так, ну, примерно. Опять же, ближе к центру сделаем вот сюда. О, нет, нет, в смысле, в смысле, нет, 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 что еще за стекло? Мне стекло не надо. Мне надо вот деревяшку, пожалуйста, будьте любезны. Вот, деревяшечка. Деревяшечка, это хорошо. Так-с. Пам. Все, отлично. Отлично, дверька есть. Персонал сможет зайти. Надеюсь, тут проблем никаких у него с этим не будет. Каких загвоздок и так далее. И будут они спокойно следить за нашими олежками здесь. Так-с. Ну что, мы, конечно, с вами сделаем еще, помимо всего прочего, давайте сразу здесь стекло, конечно же, чтобы люди могли наблюдать, да, за оленями. За тем, как они здесь ходят, щиплют травку или что-нибудь там будут кушать. Нам для этого нужно будет стекло. Стекло только не в эту сторону. Стекло в другую сторону. Так, видимо, в эту, да? Да, во, все, вот так хорошо. Ну, здесь, конечно, такое маленькое окошко получилось, но тут уже никак ничего не попишет, собственно. Можно его убрать и сделать просто длинное, кстати. Ну, давайте попробуем. Ну, вот так, да, я думаю, так будет получше, чтобы без мелких окошек было, пускай лучше подлиннее одно станет. Все, деревянно направо, окно есть, все замечательно, все будет видно, все будет хорошо, заметно для наших людей, конечно же. Ну, и дорожка для персонала, конечно, с вами будет подходить. Здесь сразу мы с вами поставим все необходимые штуки. Я имею в виду, конечно, водочистку. Ну, хотя, не знаю, воду будем, не будем заливать. Я пока склоняюсь к тому, что не будем, честно говоря. Здесь воду им делать. Вот, посмотрим из воды, как пойдет. Вот, просто поставим питьевую, эту самую колонку. Вот, но электроэнергии в любом случае нужно будет поставить, чтобы она запитывала все здесь вокруг, окей. Так, еще немножко ландшафтного дизайна. Здесь буквально земельку приподнял, чтобы тут тоже побольше она была. В принципе, можно прям даже будет побольше закрыть. Типа, знаете, такую полуземляночку сделать, чтобы крыша торчала. Здесь еще камни наверняка у нас с ними будут, а тут, наоборот, утопим. И будет вообще хорошо смотреться. Ну, ладно, пока оставлю так. Сейчас я наших друзей сюда, рогатых, принесу. Принесу сюда рогатых наших друзей, чтобы у нас была возможность посмотреть, что им вообще нужно. В принципе, в целом здесь будет. Будет... О, нифига себе тут еще, смотрите, еще есть. Тут у нас факелы есть, офигеть. Только сейчас их заметил. Прикольно. Прикольненько. Ну что ж, а вот и наши красавцы, северные олени. Только посмотрите, какие замечательные животные. Что же им нужно? В принципе, их все устраивает. Места у них очень много получилось здесь, это хорошо. Им, не важно, трава, травы сколько высокой, низкой. Им нужно меньше земли, им нужно больше камня, им может чуть песочка. И самое главное, я думаю, что все-таки им снега здесь, да? Везде много-много сделать, чем мы с вами, собственно, и займемся. Как оказалось-то, не так просто, как казалось, что называется. Снега им так много и не нужно, потому что снег у нас идет это в камень. Кстати говоря, почему в камень продает, я не очень понимаю. У нас, то есть я делаю снег, но это почему-то камень. Поломалось, что ли? То есть снега ноль по-прежнему? Да, оно красится камнем. Нет, ну подождите, снега же будет много, правильно? Снег будет, то есть он, скорее всего, будет засчитываться на потом, когда он здесь появится. То есть нам с вами нужно поставить охладители для начала. Итак, давайте посмотрим, охладители установлены. Если сейчас будет снег, и будет им кайфово от этого, тогда будет хорошо. Так, снег появляется, где мы с вами его назначили, да? И, по идее, сейчас должно все здесь меняться. Да, вот теперь снег защитный. Ну все, теперь верно. То есть мы, в принципе, сейчас можем с вами взять ландшафт и сделать еще больше снега. Им здесь все-таки северные животные, я бы хотел на самом деле. Если вот здесь вам сделают снежка побольше. Вот здесь тоже снежок пускай будет у нас везде. Как бы такая, знаете, новогодняя тема. Во, вот так хорошо. Но беда в том, что почему-то снег все равно красит под собой, то есть камнем. Если он нарастает, то здесь будет просто миллиард камня. И вот мы сейчас с вами делаем еще больше, и камень в любом случае растет процент. Типа мерзлая земля, как камень, да? Но возможно, возможно, не знаю, не уверен. Но ладно, допустим, пускай будет так. Здесь пока, ну, чуть-чуть предзакрашу. Вообще, в целом, здесь у нас с вами, скорее всего, сейчас будут какие-то ледяные глыбы еще и камни и так далее. Поэтому я бы, наверное, не очень хотел здесь все это сделать сделать. Так, вот здесь давайте тоже немножко снега добавим. Вот, снега много получается, но как и нужно. Все-таки северные олени, опять же, да? Я думаю, оставим примерно такое количество. Так. А что у нас здесь камни? Точнее, снега нету. Не хватает немножко. Не достают что-то наши охладители там, по идее, должны. Ну, если что, поставим еще дополнительные тогда. Так, убираем. Ну, да, здесь явно не достают, видно прям, как они работают. Давайте, наверное, добавим еще тогда их чуть-чуть. Ну, вот хотя бы так, я думаю, уже будет замечательно. Итак, укрытие у них есть, ландшафт их, в принципе, целиком устраивает, какой сейчас у них находится. Так, он, видимо, уже пошел даже сразу поглядеть, что там такое за уютное гнездышко мы им подготовили, да? Дальше. Здесь им... Ну, даже, слушайте, им даже здесь опять ничего не дошло. Кто-то опять сбежал-то у нас? Что ж такое все сбегает-то кто-то? Панда сбежала. Вот же она в коробке сидит. Сбежала. Как она, интересно, сбегает? У нас есть с крыши прыгает? Раньше такого не было, кстати, с ней проблем. Сейчас она почему-то сбегает периодически. Ну, ладно, посмотрим потом. Панда у нас, кстати говоря, такой небольшой спойлер. Возможно, потом вообще перейдет в другую местность. Мы все-таки, наверное, сделаем там, где у нас Азия, тоже для них вольер. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас у нас с вами немножко про другое. Сегодня мы с вами с оленями, с нашими северными, с новыми животными. Так, ну, довольно неплохой такой ряд растений. Здесь им подходит, на самом деле, довольно много всего. Это хорошо. Всякие елки вот это отлично. Ну, и все здесь поставим сюда, поставим сос... Ой, как же обожаете деревья, просто невозможно. Я думаю, мы с вами здесь что-нибудь такое сделаем. Надо еще камни здесь тоже как-то придумать. У нас можно и камень с самхом, кстати говоря, такой положить здесь, да? Поставим маленькие какие-то, побольше есть немножко. Вот за 40 наверняка большой. Ну, такой относительно большой, конечно, но в целом неплохо. Так, а что у нас по камням здесь? Мы убираем с вами тогда вот так вот и сейчас выберем камушки. Можно тоже их заснеженные положить, кстати говоря, здесь будет. Можно вообще ледяные какие-то сделать, да, вот такие. Но они, в принципе, точно такие же, как были до этого, но просто как бы голыбы льда, как будто бы такие. Тоже довольно прикольно выглядит. Так, а здесь у нас что получается? Ну, такие вот снежные камни есть. Их даже когда ставишь, у них такой забавный звук, прислушайтесь. Как будто по снегу, да, прошелся. Очень круто. Очень здорово, что они так сделали. Так, ну, давайте, я думаю, сейчас, если мы как-то смешаем, может быть, попробуем смешать. Где-то лед, где-то снег у нас с вами будет. То, в принципе, я думаю, может быть, это даже будет неплохо смотреться. Хотя вот эти рядышки, я бы, наоборот, наверное, где-то, может быть, к низу положил их здесь поближе. А вот сверху у нас с вами уже будет непосредственно такие снежные-заснеженные, знаете, камушки. Что-то типа того сделаем. Ну что, камней со льдом немножечко добавить. Это, мне кажется, была хорошая идея. В принципе, довольно неплохо смотрится. Знаете, кое-где ледышки, кое-где заснеженные камни. Вот бы, может быть, куда-то сюда еще добавить все-таки с самхом. Те самые камушки, которые здесь были. Если они тут есть, конечно. Сейчас посмотрим. И что-нибудь добавим. Ну, растения по-любому какие-то сделаем. Вот они, да, здесь есть, в принципе. Сейчас мы поглядим, как они будут. Но, я думаю, мы не прямо уж совсем впритык к ним будет. Может быть, так же сделаем, да? На них залезать не ах. Хотя, в принципе, можно даже и здесь как-то немножко побольше сделать. Я думаю, в разных местах тоже поставить, да? Так, ну-ка, есть маленькие совсем камушки. Но, нет, на ледышки мы прямо сверху ставить их не будем. Потому что, мне кажется, немножко странно. Там все снегом запорошило. А здесь будет как-то непонятно. Смотри, что здесь можно сделать. Как бы, вроде бы, немножко отдельно, да? Чуть-чуть. В принципе, и неплохо. Я, конечно, склоняюсь к своим любимым хвойным растениям. По этому деревьям, да? Поэтому, я думаю, мы с вами здесь их довольно много расположим. Только, главное, не перебарщивать. Но им, вроде бы, там особо-то без разницы, что мы ставим им. Да, им вообще все равно хоть целиком лесом сделаем. Здесь им нормально будет, по идее. Главное, чтобы из их биомов все было. Вот. А мы с вами, конечно, так и сделаем. Из их биомов все. Все так и будет. Так, ну, допустим, пару сосен сюда, да? Пару кипарисов можно, кстати, вот таких вот тоже. О, какие классные. Слушайте, мне нравится. Где-нибудь с этой стороны, чтобы тень отбрасывали, аж прямо на домик на их, да? Так, вот такой давайте. Давайте немножко другой поставим здесь. Посадим. И сделаем красивый лесок. Им здесь такой небольшой. Но, тем не менее. Немножко скрытый соточку. О, какое тоже пышное дерево. Я думаю, оно тоже заслужило место в нашем этом лесу. Кстати, это здесь будет оно. Так, что здесь еще у нас такое есть? У нас здесь есть всякие кладони. Кстати, говорят, которые, я так понимаю, растут, наверное, на камне. Где-нибудь или около того, может быть. А, ну, просто северные растения такие. Да и все, не более того, да? Это хорошо. Нам они пригодятся. Как раз будем ими, знаете, места забивать. Такие вот, которые лысые остались. Оно здесь прям хорошо подойдет. Опять же, добавит немножечко нам с вами объема, скажем так. Так, хорошо. О, чего я нашел? Смотрите, что здесь есть. Здесь новогодняя ель. Она реально украшена. Вау. О, воу, воу, воу. Так, а это знаете что? Это прям претендент, мне кажется, прям на середине нашей экспозиции. Блин, новогодняя ель, это офигенно. Я хотел как раз что-то такое. Я и думал, появилось ли здесь. Думал, просто елки. Нет, наверное, новогодние. Есть такие... О, какие малюсенькие есть. Классные новогодние. Блин, их можно будет поставить где-то по кругу здесь, например. Да, вот так вот. Около ограды запустить. Вообще кайф будет. Так, ну а есть большая. Есть средняя еще вот такие. Есть прям большая, да? Ну, большая заслуживает того, чтобы поставить ее прям в вольер куда-нибудь. Может быть, вместо сосны тогда сюда я сейчас попробую подождите поставить. Так, я тебя тогда перемещу пока куда-нибудь. У нас тоже хорошее. А то у нас останешься где-нибудь здесь. Тоже заслуживаешь место. Вот. А здесь вот к елке я, наверное, новогоднюю все-таки поставлю. Я бы даже как-то хотел, знаете, может быть, это что у нас такое? Арукария. Что это такое за дерево интересное? О, как здоровенное. Нифига себе. Так, чуть поменьше, но более пушистая есть такая, да? И маленькая. Как бы тоже что-то, видимо, хвойное. Ну, ты у нас тоже постоишь вот здесь тогда давай. Около нашего оленевого домика. Так, где у нас новогодняя елка? Хочу новогоднюю елку. Дайте мне новогоднюю елку, пожалуйста. На самом деле, где-то в центре она как-то теряется, знаете, среди других растений. Я вот поставлю, может быть, ее лучше где-то здесь. Мы лучше с вами посмотрим, что у нас еще по украшениям есть. И какие-нибудь, может, подарочки здесь на эти такие раскидаем. Будет клевом, мне кажется. Пускай здесь стоит их. Вот, прямо она реально здоровская. Как будто бы, правда, с одной стороны. Почему-то только у нее как-то красные украшения. Или просто свет так падает. Скорее всего, свет так падает. Ну, прикольно. Прикольно, что у нас здесь есть. Оставим тут ее тогда. Хорошо. Что у нас с вами еще есть по растениям? Тоже давайте смотреть. Так, ну, сосны, понятное дело. Можно их побольше, да? Сосна гималайская еще есть. Давайте еще такую здесь тоже поставим. Почему нет? Я думаю, мы с вами сделаем побольше все-таки для них такой лесок, знаете. Ну, не совсем уж, чтобы прям плотно-плотно везде было. Но, тем не менее. Я думаю, им можно будет это сделать. В принципе, деревья не всегда хорошо смотрятся. Мы с вами еще вокруг тоже посадим, конечно, деревья. Не без елочек. Так, где там те маленькие были елки новогодние, да? Эти ко мне их тоже сейчас. И у нас еще что-то есть. Какой-то вид один, да? Черная ель. Во! Ну, их тоже нужно в лес добавить. Потому что все-таки черная ель. И есть в лесах тоже находится, да? И в нашем она будет как бы не исключением. Так, давайте еще сюда тоже. Там почти ко мне тоже не видно, на самом деле, за этими елками. Но, в целом, в целом, я думаю, мы больше с вами особо ничего сажать не будем. Вот как есть, так оставим. Как будто лесной такой домик получается, да? Здесь их можно будет рассмотреть. Здесь у них такая елка новогодняя будет. Тоже, в принципе, неплохо. Так, хорошо. Дайте мне только сейчас еще какую-нибудь зеленушку бы посмотреть. Тоже, может быть, пару растений все-таки добавим. Так, ну что такое получается? Это у нас синеголовик альпийский. Угу. О, ну, прикольные цветочки. Мне нравятся. Можно добавить будет. Ну, там, где у нас с вами нету снега, мы там как раз-таки цветочки эти рассадим. Я думаю, они будут хорошо смотреться, дополнять немножко, да? Наш ландшафт, в принципе, в целом здесь. Вот, ну и дополнительная красота тоже, почему, как бы не помешает. Пускай будет, может быть, не везде. Может быть, где-то здесь они еще тоже расти будут у наших, у оленей около домика. Чуть-чуть, знаете, пару кустиков посадим вот так вот. Во, хорошо, мне нравится. Ну и, как я и говорил, сейчас вокруг тогда получается здесь этого вольера. Мы с вами расставим новогодние елки. Они прямо, мне тоже кажется, очень хорошо здесь будут смотреться. Прямо тут так вот, где каждая перегородочка у нас с вами заканчивается, да? Где у нас крепежная балка эта стоит, туда, собственно, и поставим. Отлично, что сразу плюс новогоднее настроение, мне кажется. Прямо вообще здорово. Так, я бы все-таки глянул в декорации. О, да. О, да. Это я искал. Новогодние коробочки и все прочее. Так, ну что, раз у нас с вами здесь в вольере, получается, все это дело будет. Ну, мы поставим сюда, чтобы люди на них смотрели тоже, да? С этой стороны, со всех сторон поставим, короче говоря, думаю, будет... А, они такие маленькие. Ну, вот, в принципе, есть побольше. А можно, как бы, как экспозицию к этим елочкам добавить, да, вот здесь? То есть они, в принципе, будут под маленькими елками, а под большими-то, может, и не надо будет все это дело с вами раскладывать. Ну, давайте попробуем. Так. Как-нибудь вот так, знаете, разные попытаемся здесь разложить тоже. Чтоб красивенько было. Повернуть там как-нибудь, еще что-нибудь сделать. Я думаю, будет здорово. Ну, надеюсь, что люди оценят. Тут даже гирлянды есть, охренеть. Насколько можно по-новогоднему сейчас, допустим, приукрасить нам наш с вами этот вольер. Ну, давайте с подарками закончим, а там уже дальше видно будет. Так, отлично, подарочки расставлены. Давайте смотреть, какие гирлянды теперь у нас есть. Тут даже, слушайте, новогодние огни, звезды есть. Новогоднее украшение, бревно. Новогоднее бревно. Ну, и как оно, что оно из себя представляет? О, прикольно, кстати, прикольно. А тебя, я так понимаю, должно лежать, в принципе, да? Это здорово. Так можно еще елку-то украсить больше, можно к ней прям бантики прилепить. Слушайте, давайте так и сделаем. Почему нет? Они сюда прям хорошо лепятся с разных сторон-то. Вообще отлично. Красные бантики, это, мне кажется, самое то на елку. Такие вот клетчатые как раз, да? Со всех сторон сейчас там повесим с вами и вообще будет Новый год у нас в зоопарке. Отлично. Так, есть такие, есть еще белые бантики, кстати, тоже можно, они, правда, какие-то маленькие проваливаются почему-то куда-то, их не видно толком, да? Но все равно повесим. Давайте, давайте. Больше украшательств на елку. Оно лучше. Так, с разных сторон чтобы было, с разных. Вот, наверное, звездочку можно будет как-нибудь наверх поставить еще на ель, на нашу, на эту прекрасную новогоднюю. И будь прям вообще лепота. Так, ну, немножко тут висит некоторые воздухи. Некоторые из них как будто бы в воздухе висят, но мы немножко сейчас вдавим вот так чуть-чуть. Нормально будет, в принципе, я думаю, да? Во! Во, нормально. Так. Отлично. Что у нас там было еще? Сверху можно было поставить, я только что видел, дайте-ка глянем. Что такие милые олени есть новогодние? Ну-ка, тоже можно будет их поставить. Но мы сейчас пока, давайте, сильно много всего ставить здесь не будем. Я еще хочу сейчас по кругу сделать, тоже красоту всякую навести, да? Про животных тоже не забудем, сейчас до конца доделаем им, что им там нужно еще поставить. А, наверное, в укрытие лежаки эти поставим, да? И сено, которые у нас. Так-то, в принципе, их все устраивает. Тут, кстати говоря, что-то мы, видимо, неверное поставили, да, для них. Не подходит им растение, почему? Не подходит, странно. Ну, хотя оно подходит для тайги, но оно, видимо, не... Не знаю, почему не подходит. А, Южная Америка, не тот континент, типа. Жаль. Ну, ладно, ничего страшного. Что-нибудь другое можно поставить на это место. У нас елок, в принципе, всяких разных много подходящих. Так, ну, поставим колонку с водой, как я уже говорил, да? Я надеюсь, этого им будет хватать. В принципе, они будут из нее пить, не тупить. Главное. Но мы здесь, по идее, с ландшафтом не так сильно возились, поэтому я думаю, что никаких... Несостыковок быть особо не должно здесь. Так, что у них по... Значит... Кормушки обычные такие у них, да? Поилки. Что у них по игрушкам? Давайте смотреть, значит, лакомство. Кормушка подвесная вот такая вот. Сделаем, давайте их сюда куда-нибудь поставим. Около домика. Большая кормушка, бочка. Обязательно им тоже где-нибудь... Здесь пускай катают свою бочечку. Так. Просто красная, да? Я думал, что нельзя поставить. Нет, она просто красная. Что по игрушкам у них? Снеговичок, конечно же. Снеговичок кегля. Это же прям вообще отлично. Как раз, опять же, под Новый год, да? Давайте сюда поставим куда-нибудь. Ну, ничего, пускай вот уже катают. Чесалку, естественно, массажный столб. Любимый наших животных, да? Так, где бы вам поставить? Давайте здесь позади где-нибудь поставим, потому что здесь тоже мало всего у вас есть. Будете иногда сюда проходить, чесаться. Большой снежный шар. Серьезно? Снежный шар даже? Жесть. Ну, это я тоже хочу поставить. Давайте сюда один. Мы поставим снежный шар куда-нибудь... Дай мне сюда один. Все, пускай будет. Но я надеюсь, вам уже, в принципе, всякого добра хватает. Мне даже интересно глянуть, как они будут с этими шарами играть. Да, все у них здесь хватает. Отлично. Еды. Я не знаю, я поставлю, на всякий случай, кормушку еще одну. Пускай будет. Так, большое, малое, среднее. Давайте маленькое поставим корыту здесь где-нибудь. Тоже сейчас они... Все, чтобы он не выровнял особо сильно. Вот, надеюсь, тут тоже все будет хорошо у них с едой. Ну и в целом все. В целом у них в вольере всего достаточно. Их все устраивает. Главное, что здесь есть хвойные растения, конечно же. Я бы добавил, может быть, здесь еще немножко камня. Чуть-чуть вот с этой стороны, знаете. Может быть, даже который сам хом такой чуть-чуть. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться здесь. Если нормально, то его, наверное, и оставим. Так, по идее, он должен быть в растениях у нас с вами. Да, сейчас. Да, вот он здесь есть. Там побольше какие-нибудь кусочки 40. Я думаю, да. Я думаю, можно, знаете, в некоторых местах сделать такие... Скажем так, колонии камня. Такого вида. Совсем маленький не хочу ставить. Ну, ладно, здесь добавлю немножко. Вот. Конечно же, сено немножко накидаем его внутрь, чтобы они там могли прилечь, отдохнуть. Вот это все. Я бы даже, наверное, поплотнее как бы так сделал, чтобы оно прям было как будто бы прикрыто. Не знаю. Будет ли это мешаться? Заодно и проверим, да? Ой-ой. Не-не. Не-не-не-не-не. Не сюда. Не привязывай, пожалуйста. Я так помню, один раз колонку случайно привязал с водой, и все. У меня потом животные ПКД вылетали. Это все отсюда. Так. Ну, вот так. Я думаю, будет достаточно, в принципе, для них. Их, тем более, пока всего лишь двое у нас здесь находятся. Во! Ну, что, по-моему, красота. Так, давайте опять в строительство сейчас вернемся. И глянем, что у нас здесь всякие штуки есть прикольные, да? Гирлянды мы там видели. Вот такие вот еще просто красивые гирлянды здесь есть. Я думаю, мы как раз сейчас тоже давайте пройдемся вот так вот, собственно, кругом, да? Кругом. И развесим их здесь везде. Будет очень прикольно по-новогоднему смотреться. Ну, красота же. Серьезно, прям, знаете, новогодний страниш появляется. Хоть, может быть, на улице не очень погода, но зато здесь, у нас, в нашем зоопарке, все просто прекрасно с ней. И с украшениями тоже. Я бы даже, как-то, может быть, эту зону, знаете, отметил. Сейчас посмотрим какую-нибудь колонну. Не колонну, точнее, а арку, может быть, сделаем. В принципе, уже вижу интересные вещи. Деревянные. Но, как вы понимаете, да, мой любимый материал — это дерево. Обожаю все из дерева делать. Так. Ну, есть арка, конечно, обычная. Вот такая. Но хотелось бы что-то поинтереснее. Вот колонны вижу, а чем бы сверху соединить? Ну, балки есть какие-то, конечно. Можно бы чем-нибудь имя придумать. Так, ну, вот такая небольшая арочка здесь будет. И будут встречать здесь такие вот олени. Новогодние наших гостей. Тут еще есть такие медведики, кстати говоря, по-моему, из льда сделанные, да? Еще такой. О, какой. А, ну, понятно. Нет, давайте все-таки такое поставим. Мне такое больше нравится. Так, давай один сюда и один вот сюда. Немножко тебя в эту сторону подразвернем. Во. Прям такая, знаете, новогодняя-новогодняя зона с ними здесь будет. Так, а тебя мы немножко подвинем чуть-чуть. Поближе сюда тоже. Во. Мне нужны бантики. Мне нужна вот такая вот кирлянда. Так, а ну-ка, давай попробуем сейчас тебе. Два. В принципе, помещается. Да, вот так если сделать. Да, отлично. Красотень. Вообще здорово. И что-нибудь может быть. Тут какие-то бревна у нас имеется новогодние еще, да? Как-нибудь. Как-нибудь их куда-нибудь тоже сюда, так сказать, водрузить. Или, может быть, водрузить вот так вот, кстати говоря. Во-во-во-во-во. Это хорошо, мне кажется. Будет сейчас тоже. Так, это как бы дополнительное украшение такое будет у нас здесь получаться, да? Давайте аккуратненько прилепим их сюда. Так, ну что ж, получился такой, знаете, вход прямо в новогоднюю, в отдельную какую-то зону. Самые новогодние вещи мы с вами, конечно, сейчас еще не поставили, но мы их поставим. Что это правильно? Это у нас урны для пожертвований. Просто новогодние ничего в жизни своей не видел. Так, ну и тоже по кругу сейчас все расставим. Ну что ж, в принципе, у нас вольер с вами для наших северных оленей прекрасных вот этих вот закончен. Мы даже немножко приукрасили, принесли чуть-чуть нового года, да, и новогоднего настроения. Надеюсь, у вас тоже оно прибавилось. Мы, в целом, конечно, дальше сможем еще как-то больше украшений здесь повесить. Ну, естественно, лес побольше, думаю, сделаем. Там уже найденный олень где-то играется со снеговиком. Ну и в целом у нас с вами получается здесь все. Такая вот реально отдельно практически новогодняя зона. Что ж, на сегодня я думаю, мы с вами завершим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Увидимся мы с вами уже в тысячу раз. Всем до скорого и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok